Росатомфлот решил сохранить туристические рейсы на Северный полюс. Ранее заявлялось, что сезон 2015 года станет последним для круизной ледокольной программы на верхушку планеты. Но, как сообщает Атомфлот, и в 2016 году программа будет продолжена. Корпорации объясняют, продление связано с тем, что работы по восстановлению атомного ледокола Советский Союз завершатся на год ранее, чем планировалось. Более того, в эксплуатацию будет введен еще один ледокол. Это позволит использовать атомоход «50 лет победы» для круизных рейсов в июле-августе 2016-2018 годов. Напомним, круизы на Северный полюс начались в 90-х годах. Вначале туристы путешествовали на атомоходах «Россия», «Советский Союз» и «Ямал». А с 2007 года походы совершаются только на борту ледокола «50 лет победы». Стоимость круиза более 25 тысяч долларов или почти миллион рублей. По пути к Северному полюсу туристы посещают острова Архипелага Земля Франции Иосифа, где находятся знаменитые птичьи базары и лежбище морских животных. На макушке планеты самые смелые и закаленные окунаются в прорубь воды Северного Ледовитого океана. Рейс длится 12 дней. Каждое лето проходит по 4-5 рейсов. Правда, на будущий год запланировано рекордное количество – 7 рейсов. В сезоне этого года состоялось 5 круизов. На Северном полюсе побывало почти 6 сотен туристов из 33 стран. Из них 38% – представители Китайской Народной Республики.